Вот я сейчас снимаю. Это Сергей Зорин. Это как раз таки, ну прямо сказать, великий человек, наш современник. Я горжусь, что я его знаю. Как раз Сергей пришел ко мне в гости. Сейчас я про него скажу пару слов. Это у меня руки такие. Это он мне говорит, слушай, я хочу посмотреть и снять, как ты рисуешь. А я как раз профессору Полилову рисовал, значит, кактус. Вот можете посмотреть начало. Через полгода будет закончена картина, потом посмотрите, как она... А я сейчас Сергею показывал нашу Анастасию Крамер, которую я приводил. Посмотрите, глаза какие, какие руки, какие глаза, да. Она, которая ведет хороводы в Рязани, водит. Психолог замечательный она проводит. И она у меня была тогда. Я тебе рассказывал, мы здесь устраивали на танцы на битых стеклах. Я показывал, что если прыгать на кучу стекла, никто не режется. А на отдельное стеклошко сразу порежешься. Это фокус. Вот Сережа как раз таки у меня сейчас в гостях. И вот то, что я и обещал вам, это не просто знаменитый человек. Скажи, где ты сейчас вот находишься, вот у тебя там, как называется... Давай я немножко расскажу, потому что люди не понимают, чем этот человек такой знаменитый и что он делает. Ну, во-первых, он седой. Ну, седой. Да, седой значит мудрый. Это так понятно. Ну, так должно быть по соответствии. Правильно же? Ну, зимой 77 лет, это уже немало. Пожалуйста, да. Поэтому я в двух словах вот что расскажу. Так получилось, что в 61-м году я должен был поступать в институт, но я в это время прочитал книжечку «Музыка и цвет». И это настолько меня поразило, вдохновило. Я почувствовал, что это мое, что можно заниматься живописью, да, а можно заниматься свето-живописью. Рисовать светом, рисовать светом в динамике. Это свето-динамическая живопись. Это автор свето-динамической живописи. И, значит, это настолько меня увлекло, что я пошел работать на завод, чтобы быть поближе к технике. И уже в 63-м году сделал, так сказать, инструмент светохудожника портативный, с которым потом много объехал всяких городов и весей. И самое главное, что в 63-м году еще были черно-белые телевизоры. Понимаешь, только с 67-го начались цветные. И до изобретения первого персонального компьютера еще было 13 лет. Стив Джобс его сделает в 76-м году с Возником, да. А тут-то на такой панели, ну, как в современной панели, на таком экране были потрясающие многоцветные композиции, которые сочетались с музыкой. И самое главное, что эти композиции создавались художником, светохудожником. То есть это не какой-то автоматической мигалки. Вот, я 6 лет, так сказать, занимался этим. А в 69-м году пришла идея оптического театра. Слушай, я просто хочу сказать всем друзьям, если вы когда-нибудь видели под памятником, там у тебя первый где-то музей там был, космический, там где это было? А, ну это музей космонавтики. Там у меня в 81-м году, к 20-летию полета Гагарина, директор музея и главный инженер попросили меня сделать некое действие такое, светозвуковое, чтобы оно поразило зрителей пришедших. Вот, там был замечательный Вячеслав Каличук, который сделал, так сказать, кинетические объекты в виде звездолета будущего и так далее. Это на проспекте мира, по-моему, да? Ну нет, это на ВДНХ, это же там где-то из титана вот эта вот ракета. А внизу музей космонавтики. Да, да, да. Вот 20-летие полета Гагарина, я сделал это действие, оно прекрасно, так сказать, прошло, понравилось зрителям. А сейчас давным-давно уже прошло 50-летие полета Гагарина. Представляешь, как время летит? Да. Вот, ну, в общем, короче говоря, с 69-го года начинается уже работа над оптическим театром и продолжается до сих пор. И сейчас специально для оптического театра построили здание, и не где-нибудь, а недалеко от озера Светлояр. Озеро Светлояр, это легенда гласит, что там под бродом из Светлояра находится топори до времени, невидимый город Китиш. И вот на берегу буквально там стоит деревня Владимирская, там построили специальное здание, это можно легко увидеть на Фейсбуке. Набрать просто Сергей Зорин оптический театр, и там, значит, все это есть. И, значит, вот там получится так, что я последний уже пятый год монтирую сложнейший симфонический оркестр для глаз. То есть есть для слуха, а это для глаз симфонический оркестр. В этом году я завершаю его, так сказать, монтаж этого инструментария светового, и будем создавать музыкальные светоживописи и оптические спектакли. Так что вот то, чем я занимаюсь, соответственно... Это мало, это мало ты сказал, это мало ты сказал. Ну, так мало, 57 лет этим занимаюсь. Ну да, во-первых. Он, Сергей, был еще у Лериха, там у тебя была мастерская, студия по светодиодинамическому? Нет, там у меня был оптический театр, который я создал своими руками с помощью друзей. Из старого каража для автобуса мы сделали прекрасный маленький оптический театр, в котором было 80 сидячих мест, там добивалось до 100 зрителей. И там у нас шли регулярно, значит, спектакли, начиная с 95-го года. Тебя кто туда пригласил вначале? Я туда пригласил Святослав Николаевич Рерих. Он создавал тогда такой советский фонд Рерихов, с Горбачевым, так сказать, Горбачев дал ему возможность выбрать усадьбу. Он выбрал усадьбу Лопухиных. Лопухина – это первая жена Петра I. И ее усадьба была буквально рядом с Кремлем. Поэтому, когда мы строили свой театр, над нами начал постепенно появляться барабан, потом купола, храма Христа Спасителя. Вы представиться и не можете, да? Сижу я в зале, у Китай-Городской, по-моему, ты мне познакомил. Ну да, это мы в МГУ делали с Китай-Городской, так сказать. Да, которая занимается иностранными языками, погружением в эту среду психологическую, где они быстро много запоминали. Сейчас ее ученики работают тоже. Вот сижу я в зале там. И, значит, за рядами, которые смотрят на экран, Сергей со своим инструментарием. А у него светодинамический орган, по-моему, да? Ну да, светодинамический орган. И вот на экране, это я вот рисовал, поэтому, на экране, значит, ну допустим, просто, ну крест такой, крест. Ну и мы все смотрим на этот крест. Ну и смотрим, и смотрим. И вдруг в какой-то момент этот крест начинает загораться. Загораться, раскаляться, раскаляться, раскаляться. И потом начинает вот так прогибаться, оплавливается. И мы все так смотрим, думаю, как это он делает. А самое интересное, это было не видеокино. Это были слайды. Много-много слайдов, которые Сергей каким-то... Не, вы тебе об этом расскажите. Давай, расскажи. Это потрясающе. Это совершенно другое восприятие. Нет, дело в том, что у меня совершенно четкий принцип. Значит, я не использую вообще ни кино, ни видео. Потому что это дискретные, это рваные. Это в кино, это отдельные кадры. В видео, в классическом, это строки. Вот. Ну, в современном видео это пиксели. То есть, визуальная картина реального мира божественного разрывается на кусочки, на фрагменты. Я же сделал всю световую, весь световой инструментарий исключительно непрерывный световой поток. Это континуальный световой поток, из которого вот я могу соткать любую динамическую картину, раскрыть любую тему. Я объясню, что такое световой поток. Световой поток, это значит, ну, с одной стороны, есть такие... Я сделал целую серию инструментов световых. Ну, я их называю ячейки светодинамические. Они самые разные. То есть, если у меня есть оркестр для глаз, то в нем, как в оркестре и живом для музыки, есть в музыке струнные, духовые, ударные. У меня тоже есть самые разные классы. Одни дают такую акварельную, потрясающую картину динамическую, другие графическую и так далее. Все это спецэффекты, это специальные инструменты, которые помогают мне делать сейчас Обницк, ЮЗСК, Юго-Западная световая компания. Они мне очень много помогают в последнее время создавать эти инструменты. Слушай, нам попробовать посмотреть. Ну, посмотреть, пожалуйста. Значит, вот закончу и буду приглашать в театр. Значит, ну, нет, у меня же люди 20 лет смотрели в Москве. А потом наш театр, к сожалению, уничтожили в 2008 году. И поэтому пришлось перебраться вот туда, на бригад, так сказать, этого святого озера. Ну, там сейчас у тебя помещение. Ну, там не просто помещение. Там целый дворец построили специально для театра. Это дворянская усадьба в духе Петровских времен. Вот. Ну, в нем, естественно, не только оптический театр. В нем, значит, ведется многоплановая культурная работа. Особенно важно, что там работа с детьми потрясающей проводится. Я очень рад этому. Я, кстати, и планировал. Когда мне говорили только оптический театр, ну, нет, нет. Многоплановый культурный центр с оптическим театром. Так оно, собственно, и будет. Ну, просто так получилось, что деньги, выделенные на аппаратуру, я не смог использовать, потому что в то время сильно заболело. Потом пришлось мне это делать своими руками, за свои средства. Но все завершается в этом году. Я сейчас еду завершать монтаж этого оркестра для глаз. И это будет, так сказать, уже доступно тем зрителям, которые туда приедут. Но я там купил дом у староверов. Дом 1906 года. И в нем, в этом доме я сделал, значит, сразу домашний оптический театр. Такой, как у меня в Москве. В Москве у меня с 80-го года оптический театр домашний. В 81-м году в августе туда приехал Андрей Тарковский. Его привез такой, так сказать, был Эдуард Наумов, который парапсихологией занимался. Буквально. Я этих Наумов. Знаешь, я их всех знаю. Ну, вот видишь, слушай. Потом, слушай, а потом после него через неделю Альфред Шнитке, с которым я дружил, композитор, он привез Юрия Петровича Любимого, театр на Таганке. И Любимого это настолько поразило, что он, значит, поволок меня буквально на Таганку. Сказал, давайте работать на любых условиях, сотрудничать. Ну, я условия выслал, наверное, немножко невыполнимые. Я говорю, давайте мне ваш репетиционный зал, я сделаю оптический театр при Таганке, и, пожалуйста, буду на ваших двух сценах делать любые там чудеса. Ну, мы над этим пока думали. В это время Любимого выслали из страны, лишили гражданства. Ну, времена были сами, знаете, какие. Вот поэтому, ну, самое интересное, что Тарковский, который полдня смотрел, так сказать, эти композиции, он сказал потрясающую вещь. Вот светозвуковой поток, управляемый в вашем театре, помогает зрителям приплыть в глубине собственной души. Да, ему это должно было понравиться, потому что у него была особенность именно такого восприятия. Он со временем как-то работал. Ну, да. Ты Рерберга знал, Георгия Рерберга, который зеркало у него снимал? Угу. А оператор Рерберга, да. Ну, я знаю, я просто с ним был знаком, но знаю. Потом приехал Илья Климов, который снимал в это время фильм под названием «В виде Гитлера». Он вышел в прокатку «Иди и смотри». Вот. Но самое интересное у меня, много было потрясающих актеров, режиссеров, но самое интересное, я считаю, была Айлита Юлия Ипполитовна Солцева, которая играла Айлиту в 2022 году. Потом она стала женой Довженко и сама стала кинорежиссером. И когда ее привезли ко мне, ей было уже 83 года, и она была в таком восторге, что я потом с ней общался очень много лет, приходил к ней домой, и она мне рассказывала потрясающие вещи. Если бы их издать... Слушай, все дети кого не знают, это просто кошмар какой. Кого только не знают. Всех великих актеров. Нет, ну Игорь Петрович Волк тоже много раз бывал у меня. А ты меня с ним познакомил, мы с ним потом дружили. Кстати, мы с тобой тогда с ним, ты меня познакомил. Да. Если ты помнишь, УЗЭГе. УЗЭГе, да-да-да. Да-да-да, директор метростроя, по-моему, был. Ну вот не директор метростроя, он был начальник СМУ номер 9 метростроя, где, кстати, вся техника метростроя. Да-да-да, и вот мы с ним тогда дружили, и как раз ты привел туда Волка, показать, как я там показываю вот эти вот упражнения для полетного состояния. Потом он ко мне на Таганку приезжал, вот видишь, как интересно, Таганка, Таганка, Любимов тебя там приглашал, а у меня в центре. Кстати, в центре мы последний раз с Сергеем вместе были у меня, когда Калашников Илюша нам показывал там, даже где-то видео у нас есть там, как он показывал, как он это делал. Слушай, у меня руки все в краске. Трудно повторить. Трудно повторить, он вот так, вот так разными руками, разные уши брал. Илья, если будешь смотреть, привет тебе. Да, Илья, привет. А, кстати, Илья сейчас занимается вот этим гончарным делом. Да, он и тогда занимался этим. Да, он очень талантливый парень, Илья Калашников, да. Ну, а я к космонавтам почти 30 лет ходил туда, в этот городок. Сергей на самом деле хотел стать космонавтом в свое время. В свое время. Я в 60-м году в Академию наук письмо большое написал, чтобы меня взяли, а потом Комсомольская правда опубликовала подборку. Таких писем было много. Но мое письмо процитировали, только в моем письме была такая фраза. Я так хочу полететь, что готов не вернуться. Представляешь, какая шиза. Поэтому под этой стрелой, где Гагарин, из Титанова, этот самый памятник с Гагариным. Ну, там, нет, нет, это не перепутали. Значит, там в 1Х просто титановая стрела и наверху ракета. А, Стелла, Стелла. Да, Стелла. Под ней прекрасный музей космонавтики. Там музей, который делал Сергей. Прекрой. Не, я его не делал. Я там делал прекрасную композицию в 81-м году. Вот. В общем, много было потрясающе интересных вещей. Я показываю даже... Меня притащили показать Политбюро в полном составе, чтобы я показал этот свой инструмент. Вот. И это было в Институте электроника на проспекте Вернадского. Это в 70-м году. Вот. Приехало все это Политбюро. Значит, начальник Кремлевской охраны на меня окрысился. Сказал, так, его обыскали. Говорят, нет. Ну, а замминистра, я за него отвечаю. Шокин был, Александр Иванович. Дивный человек. Потрясающий. Я ему сделал, чтобы писать мог и ходить мог. Да, ты что? Да, конечно. Но я его ценю невероятно. Девять дней я к нему ходил. В 7 утра тоже не мое время. Потому что я работал тогда в позистре в Армении. И мой директор меня привез в Шокину и говорит, Александр Иванович, вот вы ходить не можете. И писать не можете. Он фоксимилия ставил. Ну, представьте себе, император. Император, это самый главный человек электронной промышленности СССР. Министр МЭП СССР. Я скажу такое, чего многие сейчас... Друг Крыгачёва, там друг Казахстана. Ну, короче, это было просто потрясающе. Все, что связано с электроникой, это наш Шокин. И вот меня мой привез в своего директора и говорит, сделай нашему Александру Ивановичу, чтобы он писать мог и ходить мог. Александр Иванович на меня посмотрел и говорит, 19 минздравских комиссий было, ну что вы. А я говорю, слушайте, я-то врач, но работаю у вас на предприятии в Абовяне сейчас. Поэтому вы мне не начальник. Поэтому давайте я вам одну процедуру сделаю и уеду. Если вам понравится, вы потом мне позвоните. Два месяца. Вся электронная промышленность ждала, что он скажет Шокин. И наконец мне директора вызывают по радио. Я к нему прихожу, что Эдик Александрович, он говорит, Шокин звонит. Возьми трубку. Я взял трубку, он говорит, приезжайте. Я приехал, я 9 дней в 7 утра ходил к нему. Его помощник, Воробьев, по-моему. Тогда кипятильнички были, тогда не было разных иголок. Он кипятил иголки. Александр Иванович ложился. Я ему ставил иголочки. 9 дней подряд, по полчаса. Я в это время ему рассказывал про метод ключ, которым я в Абовяне обучаю 15 тысяч работниц, чтобы они не уставали с микроскопами. Я ему это рассказываю, видео показываю и так далее. И он мне интересные вещи рассказывает. Ну и короче говоря, он начал ходить и начал писать. Александр Иванович Шокин. Ну а потом, когда мне надо было в Москву переезжать, через 2 года я к нему пришел. Я говорю, я 2 года вас не беспокоил, потому что неудобно было, чтобы мне было как услуга за услугу. Но мне надо в Москве прибор сделать. Я тогда изобрел прибор, ТЭС. Ну это потом можем поговорить. В общем, он говорит, вы могли не ждать. Позвонил в Зеленоград и сказал ему квартиру и отдел на Дейтонио. Ну там предприятие было, и тут. Но я туда не поехал, потому что мне показалось, что слишком далеко. А потом я улетал, прилетал. И короче говоря, так и осталось. Ну дай мне пару слов о Шокине сказать. Потому что Александр Иванович один из редких людей, когда министр, так сказать, не все министры, министры в основном, так сказать, часто кресло, вместо министра. А это личность грандиозная. Он доказал Политбюро, что надо срочно делать в 62-м году, когда американцы запатентовали первую микросхему. У нас Осипов запатентовал, тоже свою микросхему придумал. Намного сложнее американцев. Ну как положено. Американец получил Лобелевскую премию, наш Осипов ничего. Но, тем не менее, благодаря усилиям Шокина был создан и Зеленоград, и два института. Да, он это создан. Это была вот эта вот работа. И микросхемы наши были надежные, прекрасные. Я хочу такую вещь сказать, которую молодые даже и представить не могут. В электронике, в области микросхем Советский СССР, 62-го по 75-й, был абсолютным лидером. Не Япония, не Америка, а мы. А потом все профукали, как у нас многое это делается. И мы отстали, может быть, и навсегда. Но мы были лидерами при Шокине. Так же, как мы были лидерами при Королеве. В космосе. Поэтому, это удивительный человек. И он, увидев мой инструмент фетохудожника, приказал дать мне лабораторию уникальную. И я действительно создал лабораторию, лабораторию светодинамических устройств. Она прекрасно работала. Ну, а потом я, значит, пошел уже по пути такому. С одной стороны, сделал комплекс эстетотерапии. Мы ее внедрили в 73-м году. Вот это интересное дело. Расскажи о двух словах. Эстетотерапия. Расскажу. Значит, такой спецсанаторий Ерено. Для работников атомной промышленности, ну и космоса и так далее. Поэтому, ну вот спецсанаторий и есть спецсанаторий. В него приезжали особые люди с определенной, так сказать, областей деятельности. И вот главврач этого санатория, Михаил Григорьевич, пригласил меня сделать, значит, нечто такое, свето-звуковое для психотерапии. А когда я начал работать с Петровым, Петров Виктор Алексеевич, врач-психотерапевт, врач от Бога. И мы с ним вместе, так сказать, разработали сначала методику. Потом я сделал этот инструментарий. И начиная с 73-го года, мы в санатории Ерено занимались эстетотерапией. Я потом уехал дальше, так сказать, работать в Москву. А Петров ввел почти 40 лет это направление. Единственное, к сожалению, в Советском Союзе. Вот. И очень успешно он это делал. Я помню, какие светила приезжали к нам туда. И вельбовский, и посвянский, и платоров, так сказать, выдающиеся психологи того времени. Ну, что такое эстетотерапия? Что это такое? Значит, это лечение прекрасное. Мы, к огромному сожалению, выпали из природы. Мы, люди, противопоставили себя ей. Стали такими природоотрицателями, и, может сказать, даже природоубийцами, что сейчас особенно видно. А мы, на самом деле, часть природы. Часть не может восставать на целый. Это грозит аннигиляцией, грозит гибелью. И люди, к огромному сожалению, этого не понимают. И когда я делал особые композиции, в которых душа природы открывалась, светоживопись я делал таким образом. Это не пламя, это не вода, это не облака. Это дух пламени, дух воды, дух воздушных потоков. И эта светоживопись, она настолько была, так сказать, с даром. Молодец. Вот. Она великолепно работала. Глубина, высота духа, да? Вот. А потом я взял и сделал, так сказать, не просто слайды. Да. И, кстати, у меня сейчас в домашней слайдотеке 85 тысяч слайдов, которые я отснял. В свое время в самых разных точках. Сначала Россия, потом мира. Вот. И эти слайды я таким образом показываю зрителям, что они являются собой настоящий поток. Вообще люди не понимают. Вообще люди не понимают, что это слайды. Неприемные превращения. Я про это и говорю. Да. Внутри, так сказать, работают масштабы, панорамы. Все движется, все дышит. И все это купается вот по этих стихиях светло-звуковых. Покажи, если в нашем школе человек будущего вот это, можешь? Вот. Очень хорошо ты этого зацепил. Дело в том, что в мой оптический театр в Москве сначала случайно привезли школьников, а потом увидели, какой потрясающий, так сказать, эффект оказывать на детей. И многие, даже из Коломны, из Калуги, в Коломне школа, которую привозили все время в Москву детей, посещение оптического театра обязательно. Потому что дети после этого просто начинали фонтанировать. Вот так, как поймет этот ключ, так, значит, композиция оптического театра. Дети начинали сами писать стихи, рассказы, рисовать рисунки. Да, вот-вот-вот. И они потом привозили и устраивали мне целые выставки на стенах оптического театра. Слушай, я Казиннику сказал, Михаил Казиннику, мой друг тоже, да, вот. Давай сделаем вот такую встречу, поговорим. В твоей школе покажешь, в моей школе покажешь. Да, Михаил Семенович, конечно, уникальнейший человек. Надо было бы действительно с ним объединить усилия. Ну, как пока, вот, может быть, сейчас найдет время, потому что там у него, когда, в тот момент, когда мы с ним договаривались, техника что-то у него не срабатывала. Он говорит, мы сейчас технику починим и сделаем встречу. Он делает потрясающее свое дело. Ну, делает, да. И он страшно переживает, что мало зрителей смотрят. А я ему пишу, что, Михаил Семенович, радуйтесь, что хотя бы это количество смотрит. Потому что, ну да, кошечек, собачек смотрят миллионы и десятки миллионов, а его там только тысячи или десятки тысяч. Ну, хорошо, что есть десятки тысяч. Ну, мы его отправим, давай, это видео отправим. Хорошо, что есть эти десятки тысяч. Я тебя обнимаю. Давай выйдем вот так, как с Сережей мы вышли, и тоже поговорим. Нам сейчас надо всем объединяться. А вместе мы сила. Да, правильно, смотри. Ты думаешь об этом. Казинник об этом, школа нового типа. А птический театр, по сути дела, являлся моделью такой школы будущего. Потому что, когда детей туда привозили, я перед ними что делал? Раскрывал мир. Многоплановость этого мира, красоту этого мира. И это таким образом можно преподносить любой предмет. Любой. Географию, физику, что угодно. Можно так преподнести, что дети, во-первых, навсегда запомнят, во-вторых, будут влюбляться в это. Потому что без любви все бессмысленно. Конечно, все хорошо, что сделано с любовью. Ну, это естественно, да. Сережа, я тебя хочу попросить, чтобы мы сейчас тебя не перетомляли, и наших зрителей не переутомляли. Да. Я хочу тебя попросить. Ты, пожалуйста, пришли мне или как-нибудь. Или кто заинтересуется, пожалуйста, набирайте Сергея Зорина, оптический театр. Я хочу, чтобы все посмотрели хотя бы небольшой фрагмент. Ну, понимаешь, что делать? Видеокамера, к сожалению, оптический театр не передает. Вот эта тонкость, которая есть на экране, тончайшие оттенки, они на видеокамере гибнут. Поэтому записывать почти нет смысла на видео. Надо видеть живьем. Ну, как ему? Ну, как живьем? Вот сейчас еще, правда, слава богу, японцы сделали камеру очень чувствительную. Я надеюсь, что я когда-нибудь ее приобрету. Альфа, альфа, по-моему, 7S, Sony, Sony Alpha 7S, вот такая, которая могла бы взять все-таки композиции, более-менее передать точно. Вот. Ну, приобрету эту камеру, буду записывать и выкладывать в интернет. Ну, а сейчас кто-то могут посмотреть вот то, что ты делаешь? Вот там, что им надо? Ну, как, это надо либо приехать, так сказать, на Светлояр, но я прямо сейчас не приглашаю. Я еду, полтора месяца буду монтировать эту систему, вот, а на следующий год, конечно, приглашаю туда приезжать и будем показывать вам и композиции, и спектакли. Понятно, да? Понятно. Но самое главное, вы можете теперь сказать, что вы знаете теперь лично Сергея Зорина, если вы только слышали когда-то там, ну, вот, по его каналам, да, это одно. А когда в школе Человек Будущего, теперь вы знаете, что Сергей Зорин, мой друг, и теперь друг большой нашей школы, Человек Будущего, потому что на самом деле он, в нем геном этого Человека Будущего, начиная от того, что он мечтал быть космонавтом, много для этого делал, сделал много технических изобретений, у него десятки этих технических изобретений, самое главное он говорит о чем? О красоте, о природе, о том, что человек должен возвращаться к этой гармонии, чтобы чувствовать эту гармонию. То есть, по существу, это такие люди, на плечах которых мы стоим, это те люди, которые земля для нас, это те люди, мать природы, вот она, мать природы. Вот я пару слов все-таки скажу о космосе, потому что, во-первых, космос, это моя любовь и мечта, всю жизнь. Ну да, хотел полететь, но кто ж школьника большего возьмет? Брали летчиков, истребителей. Не в этом дело. Дело в том, что я для космонавтики действительно кое-что сделал. В 75-м году, еще очень даже, мы мечтали полететь на Луну, невзирая то, что американцы нас как бы опередили, но американцы разработали свою научную базу на Луне, вот такой городок с культурным центром, а мы свой. Разрабатывали КБ, в общем, машиностроение, академика Бармина. Вот, и приехали ко мне оттуда два человека, и сказали, что вот, что вы можете предложить для, так сказать, исключения, или для борьбы с сенсорной депривацией, потому что космонавты будут на Луне, полтора года поделут. И я сделал иллюзорные окна для вот этого макет делали в масштабе один к одному для Луной станции. Я туда сделал иллюзорные окна, в которых все время что-то происходило, а что даже изобретатель не мог знать, потому что там я поставил генератор случайных импульсов, который потрясающим образом давал вот эти вот духи. И эти духи напоминали природу, потому что нельзя там показывать природу как таковую, это вызвало жуткую ностальгию. Слушай, слушай, а нельзя мне вот на столе вот эту штучку поставить, чтобы я когда бы вебинар проводил, там для всех, да, вебинар. Скоро, кстати, 10-го у нас вебинар для детей и родителей. Там школьники, дети, не забудьте. Чтобы поставить вот здесь на столе этот генератор и чтобы все смотрели в этот телевизор. Завершу театр, подумай мне насчет какое-нибудь паркативное устройство. Тем более я делал, знаешь, как в 69-м году академик Газенко прислал мою лабораторию письмо. Директор институции медики и логических проблем. Да, да. Он прислал вою лабораторию письмо директору завода, что мы с Зориным все обсудили и на первую станцию Салют мы просим сделать лабораторию Зорина специальные устройства для преодоления сенсорной депривации. Мы делали. я привоз в ЛИИ, в ледкость. А я в стенах этого института готовил испытатели Марс 500. Ну вот, как интересно. Слушай, как много... Мало то, что мы с тобой 40 лет знаем друг друга. Этот ключ через космос прошел, потому что я это в Звездном Городке придумал для подготовки космонавтов. Сергей через космос. Короче говоря, мы все стремимся туда. Мы стремимся найти братьев по разуму, может быть, в бесконечном пространстве Вселенной. Наверное, хоть где-то в одном из миллиардов миров, где-то есть такие разумные существа, может быть, даже похожие на нас. Ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы они дали нам свой опыт, свои знания. Потому что зачем нам стремиться искать братьев по разуму, которые ниже нас по уровню. Правильно? Мы все мечтали встретиться выше по уровню. Но вопрос в том, что есть братьев по разуму или нет. Шкловский академик мне говорил, что нету. Потому что человек так устроен, что пока он дорастает, он своими экспериментами сам себя изжигает. И изжигает и кислород, сжигает и своими полетами иносферой сжигает. И фреоновая промышленность. Кислород и фреон никогда не разрушаются. В иносфере накапливаются. Шкловский очень. Ну я понимаю, я прекрасно. Я читал его книги, естественно. А ты с ним знаком. Он мне говорил лично, что ты, говорит, просто оптимист. Ты надеешься на то, что все равно. И вот сейчас приходит коронавирус. И сейчас мы не знаем. Может, действительно, это апокалипсис? Да, я слово это забываю. Мы уже увидим. Я уверен, я оптимист. Ты же тоже уверен, да? Потому что мы настроены на полет. И мы создаем противодействие. Мы создаем защиту. Мы создаем от этой пули новую броню. Мы создаем защиту человечества, чтобы сохранить разум человечества. Чтобы сохранить мир против войн и кризисов. На самом деле мы с Сергеем те люди. На самом деле мы уже не молодые. На самом деле которые понимаем, что самое главное это чувство ценности живого. Самое главное это любовь. Самое главное это сопереживание. Самое главное сотворчество. Самое главное быть собой. Быть собой это счастье. Но когда вместе и сами собой остаются не конкурируя не конфликтуя а именно вместе создавая Когда есть общая сверхзадача Мы этим занимаемся Вот это очень важно И поэтому я уверен Что мы не просто оптимисты Мы те трудяги Которые работаем за мир Правильно я говорю? Правильно говоришь И пускай не покажется Что это слишком пафосно На самом деле это так и есть На самом деле Мечтатели двигают Илон Маск чем тебе не примешь? У нас был мечтателем королев После встречи с Севолковским Вот так возжелал лететь на Марс И Цандер кричал на Марс И Королев в 60-м году Заложил колоссальную Производственную базу Для создания корабля марсианского В 74-76 году Мы должны были лететь на Марс Но тут ссунулось это полипбюро Потому что американцы Решили на Луну лететь Королева тоже переоритировали на Луну А тут потом он умер И мечтатели кончились Остались А без мечтателей Не получается ничего Поэтому когда я скоро выпущу Свой манифест У меня уже почти готов Как соединить Ментальность культуры Запада и Востока Через Россию Потому что в России Многонациональные семьи И в принципе Она и может Соединить Запад и Восток Генератор образа будущего Такое мы уже подготовили Написали Сейчас мы выпустим Манифест И ты увидишь Что я сделал за эти годы Увижу Да Мы делаем генератор Образа будущего И делаем мозговой штурм За пределами возможностей Или даже за пределами возможностей Почему? Потому что такая высокая цель Она является Как бы аттрактором из будущего Она зовет туда Нас в это самое будущее Я больше скажу Когда задачи маленькие Энергия не открывается Потому что для маленьких задач Она и не нужна Поэтому Когда мы ставим высокие цели Легче включаются Ресурсные возможности психики Потому что Она именно для высоких задач Нужна Эта энергия Поэтому Мечтайте, друзья Снимайте лишние зажимы Учитесь методу ключ Регулировать свое состояние Выходите из стресса На творческое вдохновение Потому что человек будущего Будет человек Который управляет энергией стресса Умеет ее использовать Для своих новых достижений Да, Сережа? Да В общем Я только Скажу только одно В 61 году Я создал Ну, вместе с ребятами Мы создали Клуб мечтателей Все еще живы до сих пор Хотя им всем под 80 Кому-то из-за Давайте раз Для нашей школы Я к тому, что интересно Создают ли молодые люди сейчас Наверное Создают вот такие Клубы мечтателей Примушек Собрать, что мы один раз С хайпи вот так поговорили Ну, легко сказать Попробуем Попробуем С хайпи Мы же можем В зоне поговорить Друзья Да Да Наше время стекло Не потому, что мы уже старые А я имею ввиду Потому, что контакты с вами Главное Вовремя остановиться Потому, что Слишком много Это избыточно До встречи До встречи, друзья Да Но, знаешь, что Я все-таки пожертву Времени Всех, кто нас слушает Потому, что Это редкий случай Я Сергея вижу Раз в 10 лет Вы поймите Хотя Раз в 15 Раз в 15 Да Потому, что мы В прошлые разы встречались Уже там На Таганке До этого встречал У Сергея Полонского До этого В Армении Встречали Ну, короче говоря Эпоха проходит На наших глазах И мы те Титаны Которые еще живые И я вам желаю Тоже здоровья Такого Крепкого Мы уже попростялись До встречи, друзья До встречи До свидания До свидания, друзья До свидания